Я рада приветствовать вас на моём канале. 4 декабря, 21 ноября по старому стилю, отмечается Великий праздник. Он отмечается всеми православными христианами, введением в храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник относится к двунадесятым. Двунадесятые праздники — это самые большие 12 церковных праздников, которые считаются самыми важными после Пасхи. Поэтому народные приметы и традиции на 4 декабря очень важны, и обязательно их нужно учитывать. Введение во храм Пресвятой Богородицы — это особый праздник, который связан с Богородицей Девой Марией. Именно в этот день, 4 декабря, когда девочке было всего 3 года, родители её отдали в храм Господень. Святая Мария взбежала по ступеням и даже не оглянулась на родителей, хотя так делали все остальные дети. Это очень всех удивило, ведь означало, что этому ребёнку преднащертана божественная судьба. День, когда Дева Мария взошла во храм Господень, называется «Введение во храм Пресвятой Богородицы», и это большой праздник. По обычаю, сегодня люди ходят в церковь, на церковные службы и молятся Богородице. Этот праздник считается праздником молодой семьи, а также праздником прихода зимы. Сегодня принято праздновать, радоваться, гулять, встречаться с родными и друзьями. Приметы на 4 декабря говорят, что сегодня категорически запрещено ругаться, сквернословить, брониться, вести разгульный и греховный образ жизни. Введение во храм Пресвятой Богородицы – это очень радостный праздник, когда нужно нести в мир добро и свет, а не разврат или зло. Также приметы на 4 декабря говорят, что сегодня можно сделать так, что семья человека будет навеки счастлива. Для этого нужно найти место на земле, где снег ещё никем не тронут. Поэтому снегу нужно проложить путь своими следами так, чтобы его никто не прервал. Считается, что если так сделать, то быть в семье настоящему счастью и благосостоянию. По славянской традиции, в этот день зимними играми и катанием на санях празднуют окончательное наступление зимы и называют этот день «Веденье», «Веденщина», «Воденье». Посвящен этот день Деве Марии, которую родители Анна и Иоаким привели в трёхлетнем возрасте в храм, тем самым выполнив своё давнее обещание. Ведь они очень долго не могли иметь детей, и однажды после многих дней молитв отец Марии дал обед, что если у них родится дитя, то они обязательно отдадут на служение Богу. Традиционно в день празднования «Ведения» повсюду начинают свою работу ярмарки, где можно купить обновку, полакомиться выпечкой и, конечно, повеселиться. Однако главное, чему радовались мужчины, что в этот день можно купить отличные сани на зиму, которые тут же и опробовать. Ведь 4 декабря всегда устраивались катания на санях. Чаще всего в них катали молодожёнов. Для этого мероприятия должна была быть в сборе вся семья. Первоначально все вкусно ели за щедрым столом, затем где-то в середине обеда в путь отправлялись молодые, позже за ними ехали все остальные. По возвращению молодожёны ехали в дом свёкров, где их встречали пышным застольем. Главным угощением стола были булки и баранки, а также вареники с разными ягодами и фруктами. Невеста кланялась до земли матери мужа. Это был знак благодарности, что её приняли в его доме. Чтобы Хола в следующем году не уложил с болезнью в постель, хозяин дома 4 декабря должен был поприветствовать братьев Морозов. Он топил так печь, чтобы в доме было очень жарко. Девушки на введении тайно освещали воду в храме и давали её выпить понравившемуся молодому человеку. Считалось, что эта вода приворотная, и благодаря ей парень обязательно влюбится в ту, которая даст ему непростую водицу. Существовало в народе поверье, что 4 декабря нечисть становится сильнее, поэтому может принести вред как людям, так и животным. Для защиты от неё нужно начертить на дверях домов и хлевов кресты, а также обмазать их растолчённым чесноком. Двор нужно посыпать маковыми зёрнами и после обкурить зельем, чтобы скот мог противостоять влиянию нечистой силы, животных сегодня сытно кормили. Согласно приметам, если в этот день будет сильный мороз, то значит и всю зиму будет люто морозить, ну а летом будет сильно жарить. Приметы на 4 декабря говорят, что в этот день нельзя давать деньги в долг, а то больше своих денег не увидишь. Нельзя в этот день обсуждать других людей, а то беда со здоровьем приключится. 4 декабря, когда отмечают праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, народные приметы предупреждают, что в этот день нельзя устраивать пышное застолье. Считается, что сегодняшнее пиршество может перерасти в большие семейные неприятности. Поэтому, по вере, рекомендуют 4 декабря приготовить скромный ужин только для членов семьи, где основными блюдами будет рыба. Тогда в доме поселится спокойствие и гармония в отношениях и выпечка, чтобы обеспечить семье достаток. Нельзя в праздник введения стирать, убирать и шить. Также стоит отложить на время и домашние занятия, связанные со значительными физическими усилиями. 4 декабря рекомендуется приготовить легкие блюда, сложить вещи в шкафу и в кладовой. А также нужно вымыть холодильник, чтобы порадовать духа, который любит порядок в доме. Домовой обязательно оценит усилия хозяев и вознаградит их доброй службой. Запрещается с этого дня и по благовещению копать землю лопатой, поскольку земля до лета отдыхает и набирается сил. Считается, что тот, кто нарушит данный запрет, поплатится за это в следующем году плохим урожаем. Не за 4 декабря давать деньги в долг. По примете, деньги не скоро вернут. Есть вероятность, что для их возвращения придется приложить упорство или даже какую-то силу, что шревато серьезной ссорой с должником. При невозможности отказать займ, надо вечером съесть вареное яйцо. Тогда можно будет избежать серьезных проблем по возврату финансов. Запрещено 4 декабря кормить домашних животных любым кормом, кроме риса и гороха. Считается, что так можно их уберечь от недугов и обеспечить в доме достаток и благополучие. К тому же, сегодня не рекомендуется кричать и ругать животинку. Можно ее потерять навсегда. Лучше к животным проявить ласку и внимание, тогда зима пройдет спокойно и без проблем. Ни в коем случае нельзя 4 декабря вести разговоры о ведьмах, нечисти или каких-то других темных силах. Этим можно навлечь на себя беды, горести и нищету. Кроме того, перестанет вести в карьере и любви. Лучше сразу же пресечь такую беседу, попросив собеседника перевести тему разговора на другую или прекратить общение и отойти от человека, вспомнившего нечисть. В народе считалось, что с 4 декабря зима вступает в свои права. Поэтому ее нужно хорошо встретить. Нужно украсить ворота рябиновыми гроздями. Именно с этого дня разрешается ходить и ездить по замерзшим водоемам. Считалось, что до этого он был еще не прочный. Но прежде чем выйти на лед, нужно трижды перекрестить и себя, и реку. Считается, что выпавший до этого дня снег растает, а тот, что сегодня ляжет, тот всю зиму будет укрывать землю. Поэтому его до полудня не очищали, даже если и был сильный снегопад. Если мороз ударил 4 декабря, значит зима будет вся холодная. Оттепель же сулит теплые зимние деньки. Если дождь пошел к сырой зиме. На введении последний раз можно пойти на рыбалку. Лед уже крепкий, а рыба еще активна. Если ворон каркает над домом, в котором кто-то болеет, то это печальный знак. Если же сорока трещит к новостям. Если воробьи чирикают к гостям. Если голуби воркуют к семейному благополучию. На введение наблюдали и за дымом, идущим из соседнего дома. Если он идет в сторону дома наблюдателя, будут жить с соседями в мире и согласии. Если в противоположную, к ссоре. Если вверх, к общей радости. Праздник введения в храм Пресвятой Богородицы имеет еще одно название – «Введение», так как в этот день умершие могли встретиться со своим телом. Поэтому родственники несли на могилы украшения. На женские – бусы или платки. На мужские – пояса или расчески. Обряды и заговоры в этот праздник часто были связаны с торговлей и деньгами. Но прежде чем их проводить, необходимо в течение трех дней держать строгий пост. В этот день проводили обряд, чтобы быть здоровым. Для этого нужно взять ветки вербы, березы и осины. Принести их домой, поставить воду и пусть стоят неделю до наступления праздника в воде. Утром 4 декабря их нужно заварить в родниковой кипяченой воде и влить отвар в ванну, в которую нужно сесть со словами «Дева Мария, как ты никогда не болела, так пусть и я не буду болеть». Как ты была крепка и сильна, так и во мне пусть будет крепкий дух и сила могущая. Аминь, аминь, аминь. Нужно посидеть в воде минут 10-15, затем обтереться белой простыней и прочитать «Отче наш» три раза. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры подогнал «Симон»